только что-то как-то никто не пишет пионерские приветствия пишут есть ли мы в эфире наши не пишут есть ура вот и это галинка между прочим добрый вечер я психотерапевт александр данилин бывший ведущий программы серебряные нити вот это ирина которая широко известна в узком кругу слушателей и зрителей как селена я должен сказать что ирина в общем мой самый старый соавтор очень много лет назад даже страшно подумать она стала звонить в передачу мы стали разговаривать и конечно встречались очно к сожалению очень мало и ирина иногда становится ну правда формулировщиком моих мыслей то есть то что я где-то в старческом своем уме зажевываю и не договариваю договаривает она в письмах в сообщениях или в текстах поэтому это правда правда символ программы серебряные нити мой фактический соавтор необъявленный и и вообще горячо любимый мной человек и конечно за эти годы мы несмотря на дальнее расстояние между нами ирина и зульяновска как бы мы мы научились чувствовать друг друга на этом расстоянии я так надеюсь ну вот это все что я хотел сказать собственно что во время нашего последнего разговора во время которого зашла речь о золотом сечении ирина вдруг на мой взгляд сообщила несколько гениальных мыслей которые понимание очень многих процессов в душе человеческой могут упростить вот пишет моли да которую мы тоже все знаем тоже давняя слушательница программы александр геннадь вот она пишет как неожиданно и приятно вот это подарок вы уж извините нас остальные за наш небольшой такой между собой чик но как бы это правда подарок ир что вы решились показаться нам всем и что мы вас видим вот поскольку мы имеем мы право да вот мне кажется а такой а такой старой нашей компании вспомнить поговорить и я думаю что она эта компания и моли тоже с нами в общем я думаю уже навсегда по крайней мере на мое всегда вот и ирина наверное тоже ну вот такая вот славная песня а говорим мы по-прежнему о устройстве человеческой души я бы хотел чтобы ирина сформулировала те мысли которые она она прислала мне в письменном виде а если посмотреть с этой стороны на себя то вера в себя оказывается тоже дихотомичные на одном конце нашей оппозиции а на другом самый стремящийся их растворить то есть с одной стороны это глупость а с другой духовный рост но очень часто мы путаем их местами и вот тут возникает вопрос когда же вера в себя становится именно путем к себе а не упертостью предельно конкретного контейнера но в общем тогда когда человек по словам конфуция проживает свою жизнь под руководством снисходительности и снова возникает двойственное отношение к этому термину человек похоже обречен на двойственность ведь с одной стороны снисходительность часто выглядит как завуалированное презрение гордыни а с другой это явно снисхождение как умоление себя как уменьшение напряжения бинарных оппозиций составляющих сущность того что человек считает собой когда вы говорили о снисходительности у меня возникла ассоциация спирали золотого сечения принцип золотого сечения в основе роста всего живого и возможно духовный рост следует тому же принципу и в этом случае получается что снисходительность это выход из центра бинарных оппозиций как только мы сдвигаемся в одну сторону прочная система контейнера нарушается потому что меняется энергетический потенциал дипполя конечно меняется он ненадолго скоро все вновь приходит в равновесие но уже на новом уровне понимания и прощения и не столь жесткого ожесточения если в оппозиции ненависть любовь сделает шаг снисхождение в сторону любви шаг не запредельный небольшой в той самой пропорции золотого сечения естественно для всякого роста то развернется спираль понимания и ненависть уже не будет столь очевидным хотя при этом никуда не денется твоя внутренняя бинарность ты по-прежнему останешься собой по-прежнему неприемлющий подлости насилия по-прежнему любящий одно не любящий другого по-прежнему что-то принимающий как свое а что-то отвергающие просто снисходительность создает лестницу ведущую куда-то вглубь тебя или может быть небо духа ведь вверх можно подняться только по лестнице ведущей вниз ну вот я чего хочу сказать мне просто безумно понравилась сама идея золотого сечения духа я почему-то почувствовал ее после после слов ирины как никто реальность давайте мы тем не менее может быть это и наивно да но давайте мы как-то как-то просто попробуем еще раз повторить золотое сечение это правило пропорции которые называют божественной гармонии и это папа у васи силеном математике я я да я это очень слабо поэтому если я буду ошибаться я буду ошибаться то вы мне скажите ладно ну в общем первое на что я хочу обратить ваше внимание это пропорция коротко она определяется примерно так меньшая часть относится к большей как больше ко всему целому в математике это называют асимметричной симметрией и выражается это вполне конкретным числом вполне конкретной формулой впервые его использовал пифагор вот а число с округлением это одна целая шестьдесят две сотых называется фи по имени древнегреческого архитектора фидия который первым это выражение использовал ну а значит само число 1 и 62 а в процентном выражении золотое сечение выглядит как 62 и 38 и вот чтобы не очень удаляться от уж совсем психологии я хочу сказать что примерно примерно на простейшей шкале самооценки если хотите на простейшей шкале уверенности в себе когда человека ну перед ним кладут шкалу от 1 до 100 и предлагают ему поставить риску где-то на том на том количестве баллов или единиц на которые он себя оценивает ну вот я много раз вспоминал что большинство людей оценит себя где-то примерно на ниже ниже чем середина но незначительно то есть на самом деле в общем оказывается так что 62 процента людей примерно может быть 65 считают что их сам самооценка ниже среднего уровня а только 35 или 30 процентов людей считают что они сами по себе хороши и оценивают себя высоко по этой шкале и как видите то что я сейчас говорю но чрезвычайно близко к самому золотому сечения это первое что очень важно во вторых ну ну конечно это я скажу с натяжкой но в общем для уровня психики человеческой наверное золотое сечения будет ощущаться как одна треть примерно да с небольшим с небольшим увеличением и это определяет точно чего нам надо сделать для того чтобы вообще возникла психическая энергия чтобы возникло движение чтобы появились силы я надеюсь что про шкалу самооценки вы вы наверное слышали я пытаюсь сказать что на самом деле человеку нужно так как примерно ну примерно я понимаю что это натяжка но с точки зрения психологии этого достаточно и я хочу сказать что в продолжение предыдущей передачи что для того чтобы начать движение мы должны изменить категоричность своих оценок или свои негативные суждения примерно на треть то есть мы должны сдвинуться по шкале собственной самоуверенности на самом деле немного об этом говорили но вот сейчас я найду потому что перерыв всегда как то как то все ухудшает я если помните ирин я очень много говорил о сомнениях своем свое время и вот вот и пишет т.р. так что это такое а понял понял извините пожалуйста извините пожалуйста это фрагмент предыдущей передачи вот что пишет т.р.с. треппер вот один из антонио сомневов веры в себя это сомнение в себе сомнение дает человеку гибкость не за не застрять в той самой окончательности вот в чем дело по моему самонаблюдение сомнение в себе бывает двух видов чувственное сомнение на основе тревоги стыда и вина и страха и интеллектуальное сомнение условно говоря запланированное обдумывание и вполне может быть так что человек верит в себя на чувственном уровне и способен сомневаться на интеллектуальном это возможно как ни парадоксально когда человек уверен в своем убеждении что сомневаться время от времени нужно я думаю что растворение эго в религиях тоже подразумевает что за ним стоит базовая вера в себя внутренняя уверенность в своем убеждении что ты согласен с положениями этой религии первый вид веры в себя если очень просто сводится к одному тезису я не могу быть полным говном я могу ошибаться и делать плохие поступки но я не могу только ошибаться здоровая вера в себя это не я абсолютно прав и всегда могу ошибаться а я в чем-то прав для себя и я знаю в чем и вот тут уже возможны варианты я прав для себя в том что нужно стараться отказаться от эго или я прав для себя в том что иногда нужно сомневаться так вот я хочу сказать что это без вне всяких сомнений именно так потому что но как вот как снисходительности в общем понятие есть очень много вариантов так и в так и в понятии сомнения есть очень много вариантов потому что человек не может подвергать сомнению все поскольку та самая убежденность в согласности с положениями религии она на самом деле есть вера которая скорее чувство да потому что я можно сказать другими словами во что то верю во что то нет так вот чем хорошо чем хорошо золотое сечение но вот оно и показывает если хотите меру потому что эту меру нужно научиться как-то чувствовать мы можем где-то где-то в 30 мы обязаны сомневаться в 32 процентах своих убеждений потому что иначе это окажется глупостью и мы не можем сомневаться более чем 68 процентах своих убеждений потому что иначе это окажется растерянностью и слабодушием и самое главное что тут тут очень трудно понятно посчитать процент но по крайней мере мы можем это выразить в виде пропорции я с вашего разрешения только я сначала найду я все время вспоминаю увы платона это темей и там там описывается я не могу же без метафизических ассоциаций там описывается рождение тела вселенной теперь то что готово к воплощению цитирую я должно стать телесным видимым и материальным и ничто не может быть видимым без огня или материальным без чего-то телесного и ничто не обладает твердостью без земли следовательно бог когда он начал соединять тело вселенной приступил к ее созданию начав с огня и земли но две вещи и это важно не могут быть удовлетворительно соединены без третьей ибо должно быть нечто что их соединяет и из всех связей лучше то что сама создает себя и условия для единства во всей полноте и она имеет природу непрерывной геометрической пропорции аналогия дабы осуществить это наиболее действенным образом как бы суть то заключается в том что тело вселенной формируется получает форму посредством пропорции аналогия является процессом взаимоотношения обнаружения связей путем соединения как если бы геометрическая пропорция по платону осуществляет формирует материализует если хотите дух и поэтому необходимо искать эти аналогии по платону поскольку она аналогия наделяет формой и делает видимым то что раньше было невидимым и непостижим как бы я считаю что на основании этой аналогии можно почувствовать что происходит конечно я тут не знаю боюсь можно пойти и дальше и вспомнить ту самую золотую спираль о которой вы говорите которая в общем играет решающую роль в искусстве и придумал как к твору альбрет дюрер это ну скажу что это мне даже математические термины изо рта не идут я подавился логарифмической логарифмической спирали вот само название это спираль золотая спираль или спираль фибоначчи получила из-за связей с последовательностью на схеме вложенных друг друга прямоугольников с отношением сторон равным фи которое принято и называть эти прямоугольники золотыми вот на самом деле не не все развивается по золотой спирали потому что на самом деле спираль фибоначчи дюрера немножко разные потому что спираль фибоначчи строится похоже но начинают с прямоугольника в виде двух квадратов вот но я хочу сказать что понимаете какая штука сейчас неважно математическая пропорция она есть везде эта схемка из википедии вот я хочу сказать что смотрите с прямоугольника разделенного на два прямоугольника по принципу золотого сечения начинается движение начинается развитие и конечно же начинается то что мы воспринимаем как как красоту и между прочим я думаю что когда мы говорим это же тоже вот всего-навсего такие слова которые как кажется ничего не значит мы например говорим мы например говорим да это красивый человек а красивый человек он какой ну традиционная история простите я вас загоражу на секундочку этом анализом и то как использовал спирали дюрера леонардо да винчи вот по-разному это показывают вот она такая замечательная что такое красивый человек кажется кажется что речь идет только внешность а на самом деле красивый человек это тот который ну простите меня пожалуйста тот который свой прямоугольник в нем в нем выделил вот эту вот одну треть сомнений но не одну треть 32 процента сомнений во всем включая сюда и собственную красоту и собственные убеждения и тогда тогда начинает раскручиваться спираль дюрера или спираль фибоначчи которая делает человека красивым внутренне можно ли это определить и почувствовать это как это конечно это аналогия пропорции я образ где-то примерно 68 процентов истины существует на небе и где-то одна третья одна третья один треть процента истины существует на земле примерно примерно что-то такое наверное хотел сказать платон и когда человек это признает он становится красивым потому что красота заключается в том что ты всегда но не совсем а всего на всего на 32 процента понимаешь всегда непрерывно что ты не можешь быть носителем окончательной истины и ты не можешь знать что надо делать что не надо делать если этот процент вырастет ты окажешься в очень странном состоянии и это будет состояние апатии потому что нет движение если ты все на свете знаешь и обо всем имеешь свое мнение самое главное обо всем способен судить в чем суть ну я тоже много раз повторял и я думаю что это тоже очевидно что вообще говоря вообще говоря эта проблема та же самая что я читаю платона только это гораздо более древняя формулировка мы говорим о тезисе антитезисе и синтезе только вместо синтеза платон вот использует понятие геометрической пропорции в аналогических отношениях то есть в аналогии то что мы с вами сейчас на мой взгляд пытаемся говорить а тезис категорическое суждение суждение прагматическое суждение платон изображал в виде квадрата то есть простите куба среди платоновских тел к нему нужно добавить треть антитезиса чтобы получился треугольник и его дальнейшее деление могло дать красивого человека кривую на самом деле упражнение это заключается в том что мы перечисляем ну формулируем самые большие беды и неприятности да смерть близкого увольнение с работы измена любимого и пытаемся к ним составить антитезисы так то есть сказать чего в этих неприятностях есть хорошее я это предлагаю всем присутствующим попробовать почему потому что вы легко почувствуете что такое гармония потому что когда вы создаете антитезис ну то есть противоположное утверждение ну то близкий если он болел он же конечно отмучился правда он конечно сейчас туша его на небе ему стало легче в зависимости от того во что вы верите и конечно да те тревоги беспокойство которые были связаны с болезнью как это не постыдно писать даже для самого себя ушли и опять же есть повод подумать о жизни и смерти и так далее и так далее и тому подобное и вот какая интересная штука если вы к подобной беде просто интеллектуально составляете антитезисы то беда и ее ощущение ни в коем случае не уйдет просто ощущение беды трагедии уменьшится на треть то есть все равно отрезок ЦБ который висит над нами он это наше главное да то что с нами происходит та беда которая есть она останется она никуда не денется но где то пусть на время но на одну треть вы станете спокойнее и тогда и тогда само состояние гармонизируется и позволит думать о том что о чем мы думать должны встречаясь со смертью близких это о вечном это о том как вы лично относитесь к смерти и ко всему остальному в смысле жизни после смерти к своей жизни без близкого человека и это раскрутит спираль фибоначчи ваши мысли то есть антитезис не уравнивает наше внутреннее состояние он он вот где то на одну треть это необыкновенно красиво уменьшает степень ну если хотите что то мне не хочется в этой связи использовать это слово но в общем уменьшает степень дистресса как бы особенно такого рода вещи касаются оценочных суждений когда вы считаете или объявляете какого то другого человека не знаю под лицом предателем или вот полным говном как говорит наш корреспондент то вы прямо сразу автоматически должны подвинуться на треть потому что иначе это ваше отношение к другому человеку некрасиво в целом ваша оценка на чувственном уровне она все равно останется негативной никто же не говорит вот как бы сразу сразу полюби врага своего это подвиг такой и не у всех получается и наверное не у всех должно получаться ну вот сдвинуть на треть это отношение помогает жить дальше то есть помогает не проецировать не перекидывать на своего врага свою собственную вину да это допустить что где-то чуть больше чем на треть я ошибаюсь и это получается более того это же аналогия которая по платону создает миры вселенные и это значит что если вы закроете глаза и представите себе скажем свою ненависть кому-нибудь ну вот ненависть как этот отрезок а и б то вы можете вы можете скажем как огненный отрезок то вы можете представить себе термостойкий реостат просто внутренне сдвинуть температуру это своей ненависти вот до точки С на этом рисунке и поверьте вам сразу станет легче только эти реостаты надо иствигать везде где присутствует страх ненависть осуждение как только вы цепляетесь понимаете что что как бы ненавидя кого-то другого в первую очередь оправдываете себя и проецируете мы у нас там внизу внизу на серебряных нитях там много разговоров об обидах о гневе мы это все обсуждали но это вот понимание этой аналогии дает простой технический прием и объясняет что как бы мы не говорим о том чтобы взять и сдвинуть к точке Б одним движением наши отношения но но вот сдвинуть А до точки С с помощью реостата это в общем вполне не сложно для того чтобы выбраться из того самого ящика осуждений о которых мы говорим на самом деле ну я все равно по поводу бинарных оппозиций как вы догадываетесь но не могу не вспомнить евангелие от Фомы да которые разве что сейчас матом не ругают вот там как бы священники наши и что что опять и снова говорит вот если вы задумаетесь то вы поймете вы поймете что в этой пропорции есть и снисходительность в хорошем смысле этого слова и пропорция сомнений и и то что называется христианским отношением к миру в общем в буддизме и в христианстве мы тоже сталкиваемся с тем что человек может пройти в Царство Божие только сняв все оппозиции напомню напомню Иисус увидел двух младенцев которые сосали молоко цитирую я Евангелие от Фомы это апокриф конечно я должен предупредить он сказал ученикам своим эти младенцы которые сосут молоко которые входят в Царствие они сказали Ему что же если мы младенцы мы и войдем в царствие Иисус сказал им ранее сделаете двоих одним и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону и внешнюю сторону как внутреннюю сторону и верхнюю сторону как нижнюю сторону и когда вы сделаете мужчину и женщину одним чтобы мужчина не был мужчина мужчиной и женщина не было женщиной тогда вы сделаете глаза вместо глаза и руку вместо руки и ногу вместо ноги образ вместо образа тогда вы войдете в царствие полное размывание всех противоположностей вводят нас в царствие божие и войти туда к сожалению может только дух а дух должен снять в себе все противоположности то есть окончательно избавиться от эго ну вот вот да теперь в этом видят черт знает что даже оправдание транссексуализма вот в этом и мне это так больно на самом деле это такая глупость нечеловеческая вот как бы речь конечно идет о духовной трансформации в ее глубину я погружаться не буду но это ведь смотрите в жизни то в царстве небесном в которой мы в которой мы мы по крайней мере телом вместе с его противоположностями мамочка моя войти не нужен противоположности снимаются по по апокрифу от фомы а вот в человеческой жизни они снимаются вот так как рисованы это на на картинке на самом деле не бывает мужского и женского каждом мужчине есть не менее правда 32 процентов женственности вся наша эмоциональность чуткость нежность мужские скуб мужская скупая слеза трепетность и многое другое относятся к женственной стороне правда ну по крайней мере в традиционных представлениях ее конечно в мужчине должно быть никак не менее 32 процентов и это будет красиво а как только в мужчине их будет 68 ну женщины скажут не мужик и наоборот в любой женщине должна быть мужественность как качество сила решительность способность совершать поступки и просто в ней должно быть этой самой женственности наоборот этой самой мужественности наоборот 32 процента 68 процентов привычных женских качеств и удивительное дело золотое сечение рисует как возможно царство божие на земле в каких пределах поскольку опять это знает любой мужчина если в женщине 68 процентов мужика то 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 она как-то как-то неинтересно правда или я уже впал в этих фантазиях куда-то куда не следовало впадать как я думаю да ну вот смотрите что такое пропорция она дает некий образ на которой можно ориентироваться да еще вот то что писал наш корреспондент то что я читал цитату про сомнение он разделяет интеллектуальное и чувственное а пропорция символический образ математическая формула это то что может превратить интеллектуальное в чувственное и наоборот то есть мы сейчас рассуждаем мы же рассуждаем рассуждаем и рассуждаем и абсолютно интеллектуально правда но не чувствую этого тоже очень сложно рассуждать потому что имея образ в голове мы можем по крайней мере понять как к чему нам нужно стремиться как бы на самом деле ну вот материя материальная нас захватывает создает этот самый бетонный камень категорических суждений прагматических на который на котором строится современная культура ну я не знаю да какая там любовь секс и феромоны меня интересуют только деньги а больше меня вообще ничего не интересует и так далее и так далее и так далее и тому подобное удивительное дело если уж мы заговорили о мужественности и жен и женственности я попробую так идет у нас трансляция я попробую последнее сказать вот я хочу сказать что когда мы заговорили о мужественности и женственности то суть проблемы заключается в том что материя материальность вообще избыточно женственно материя да это происходит от слова мать материальность тоже имеет отношение к материнскому началу и вообще любая конкретная форма или какая-то конкретная структура которая формирует нашу жизнь она имеет женственную природу как бы ну давайте там перечислим да смотрите страна церковь сообщество даже дружеская компания призвание она сейчас она да но но я даже сейчас не не продам самих существитель даже 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 очевидные такие абстракции которые нуждаются в конкретизации такие как мудрость правда красота свобода они воспринимаются воспринимаются как женственные почему потому что они требуют полного погружения себя преданности себе правда правда ну да они требуют они они требуют они хотят нас поглотить и без этого невозможна материальность но оказывается что если что что всему этому даже всему этому мы можем быть преданы максимум на две трети потому что на одну треть мы всегда должны оставаться всегда должны сомневаться во всем каждый из них правде красоте свободе потому что правда ведь свобода она всегда свобода на одну треть потому что она кончается там где начинается свобода другого а свобода другого это две трети нашего реального поведения правда как бы я хочу сказать что я могу быть чем угодно поглощен даже истинный лишь на две трети потому что как только эту границу переступлю начнется паранойя бред если я заполню весь отрезок я всегда должен держать эти две трети сомнений даже даже в том случае если я ой две трети это одну треть сомнений даже в том случае когда я верую в бога являюсь преданным сотрудником учреждения это учреждение особенно сейчас в нашей стране это такая хищная мать богиня кали поглощающая живые души так вот я на все это и даже я могу быть поглощенным собственным призванием но только на две трети правда тогда тогда вот здесь в этих сомнениях в самых общих принципах которые пытаются нас поглотить появится мое гармоничное отношение я не буду пытаться спрятаться в эти женские принципы слова начало как ящик это пропорция обернется движением вот все я вроде все сказал что хотел сказать ирина вам есть что добавить к этому страшному монологу да нет я буду очередную порцию думать ну да потом вы эти мысли напишите а потом опять встретимся здесь и попробуем поговорить ну во первых я и многие люди вот на форуме нашем очень рад был вас видеть потому что слышится слышимся видимся очень редко ну и сама идея моя обработка сама идея ваша и конечно мы вам все очень благодарны за эту идею спасибо ирочка будьте здоровы и простите пожалуйста меня за все сразу потому что еще не кончилось прощенное воскресенье еще пока вы можете меня простить хотя бы на 32 процента и вы меня простите я тоже не подарок ну ну мы опять вот вот и пользуйтесь мы можем быть кому-нибудь подарками но не более чем на 68 процентов а на 32 мы всегда не подарок или наоборот и то и другое вполне гармонично самое главное чтобы ну не больше чем так примерно на треть ну а вообще как как бочка меда она просто будет невкусной без ложки дегтя как как это вот вот обязательно обязательно деготь нужен никуда от него не денешься спасибо большущая спасибо всем спокойной ночи и удачной рабочей недели спасибо 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 спасибо